Продолжение следует... — Именно. Это будет одно из первых, наверное, что мы расскажем. Сегодня будет у нас о базовых крафтах, о базовых крафтильнях, то есть тех вещах, на чём всё крафтится, и о некоторых устройствах. Вот я покажу, о чём мы сегодня расскажем, так вот просто наглядно вам, а так уже по порядку увидите. Не знаю, получится ли это записать в один выпуск, потому что тут контента много, потому что это рейха, вот. Поэтому мы начинаем, наверное. — И начать стоит нам рассказывать, наверное, я думаю, с элементов манипулятора всё-таки. — Да, естественно. — Потому что это самая важная вещь, это, по сути, ваш ключик. Та вещь, которая вам поможет работать с машинками из мода, которая позволит как раз-таки выкачивать энергию из пилонов, крафтится она на обычном верстаке из двух палочек и любого кристалла. То есть нашли кристалл, взяли его там, положили и скрафтили. Получаем вот такую штуку. И как только вы берёте в руки, у вас слева появляется такое колёсико. — На том крафтовский виз похоже. — Да, отчасти только похоже. Вот, на поле чудес, так сейчас, но некоторые скажут, да, окей. В общем, суть в чём, здесь у вас расположены все люмены как раз-таки. Это то, о чём мы говорили, то есть та самая цветная энергия из мода Хорватикрафт. — Цвета все ванильные, то есть их 16, по-моему, да, суммарно? — Да. — Да, 16 цветов. — 16 цветов майнкрафтовского спектра. — Да, кстати, большое спасибо зрителям, которые сказали нам, что, судя по всему, названия люменов у рейки — это взяты из разных абсолютно языков. Например, как мир с армянского — это красный, куру с японского — чёрный, но остальные мы не знаем. Если кто-то найдёт эту шифровку, будет здорово. Собственно, для чего нужен манипулятор? Ну, помимо того, что он позволяет вам взаимодействовать с какими-то машинками, во-вторых, ещё он позволяет вытягивать энергию, ну, как бы, в себя, что ли. Вот. И эта энергия вам может потребоваться для некоторых крафтов, что ли, наверное, и взаимодействий, наверное. — Она нужна будет вам очень сильно позже. — Позже, да. Ну, просто знаете, что это понадобится. — В самом начале вам нужно будет её в себя вытянуть просто для прогресса. — Именно. — Каждый раз, когда вы будете вытягивать в себя энергию, вы будете получать исследование этой самой энергии, этого цвета. — И кристалл, соответственно, да. — Конечно, вот у нас здесь, допустим, стоит светло-синий дерево. — Вот он, да. — И если у вас не открыта светло-синяя энергия, то вы не сможете увидеть ни его саженец, ни ягоды, ничего. У вас там будут непонятные символы. — И не сможете скрафтить кристалл, по-моему, если не ошибаюсь. — Именно. Ну, который получить кристалл-то. Или получить-то сможете, не сможете его прочесть правильно. — Именно. То есть вам в любом случае нужно сначала будет собрать все шестнадцати. — Да, подходите, вытягиваете и заполнили вот мы шкалу пилона. — Если что, вытягивать энергию из пилона вы можете с радиуса вроде как шестнадцати или даже двадцати четырёх блоков. Вам главное нужно видеть именно этот пилон. — Да, смотрите, один выстрел пилона сколько наносит? Два с половиной сердца вроде бы. — Два с половиной сердца. — Да, поэтому четыре выстрела вытруб. Если у вас там нет брони какой-нибудь. Хотя броня не спасает, по-моему, это выстрел пилон, насколько я помню. — Не спасает. — Да, не спасает. — Спасает точно. И у Таункрафта его руник-щилд, но это как бы так. — Ну да, но опять же, повторюсь, вам не обязательно подходить к пилону в радиус, с которым он может вас бить. Вы можете с достаточно большой дистанции вытягивать энергию. — Это да. Плюс ещё будьте внимательны. Просто когда ходите, вы смотрите. Звук проигрывается начинает не всегда. Вот этот вот. Это просто баг Майнкрафта классического, его никак не пофиксить вроде как. Но можно смотреть на то, что у вас творится в крае экрана. Вот на эти шейдеры. — Да, чем ближе вы подходите к пилону, тем у вас более отчётливо отображается эта юридистика на экране. Чем мы, соответственно, дальше, тем она меньше. — Мы вытянули энергию, и теперь можно, собственно, приступить, наверное... — Также стоит сказать ещё пару вещей по поводу этой энергии. Во-первых, хранится она в вас, в игроке, а не в манипуляторе. Так что даже если вы этот манипулятор потеряете, в лаве он сгорит, неважно. Не суть, у вас всё равно останется энергия. Во-первых. Во-вторых, при смерти вы всю свою энергию теряете. Ну, печаль — беда, набирайте заново. — Да. — В-третьих, у вас максимальное количество энергии сначала 24. Как только вы полностью заполняете все 16 единиц энергии на максимум, то ваш максимум увеличивается. — Причём очень сильно. — С 24 до 96, там до 234 и так далее. — Так можно, в принципе, там, по-моему, ограничений-то нет, насколько я помню. — Но, как бы, например, какие-нибудь 96 тысяч энергий ты будешь заполнять очень долго. — Логично, потому что... — Там у Билона не хватит. — Вот, вот, вот. — Следующее, о чём стоит сказать, это вот как раз-таки о кастинг-тейбле, который тоже делается на обычной верстаке. Он делается, собственно, из верстака из камня и из четырёх любых разных рейсталов, судя по всему. Или любых вообще. — Абсолютно любых. — А, любых даже. — Да, 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 одинаковые. — Мне почему-то казалось, что разные. — Ну, ладно. — Не, ну и их просто. — Вообще, это, по сути, верстак, на котором вы будете крафтить почти всё. Ну, почти всё, но не всё далеко. То есть это основной, как бы, верстак, на котором всё крафтится. Но тут есть и другие способы крафта. Выглядит он вот так. И вначале вы будете пользоваться им самим собой, как блоком. То есть вам не понадобится для него никакая структура, там, ничего подобного. Интерфейс у него, как у обычного верстака. И вот справа вы будете получать результат. Но важно сказать, что, во-первых, верстак набирает уровни, он прокачивается по ходу крафта. — Да. Во-вторых, эти уровни, они, как бы, имеются только для вас. То есть, если вы поставили верстак, он вот ваш, и больше ничей. Ну, другие на него смогут крафтить, по-моему, базовые какие-то вещи, насколько я помню, которые не требуют. — Ты даже взаимодействуешь. — А, даже нельзя, да? — Выложив на нём рецепт, ты его даже не увидишь. — Получится, да, окей. Я почему-то думал, что можно базовые крафты проводить? — Я, если честно, ребята, не уверен, специально это сделано или бага. Но если кто-то знает, скажите. Я думаю, что это специально сделано. — Ну, мне тоже так кажется. Уж слишком это такая понятная система. Ну, логичная, может быть, даже. — Ну, да. Ну, собственно, вот такой вот верстак. А сверху вот этими, как это, ромбиками такими беленькими, можете видеть его, ну, уровень как раз-таки. Вот этот вот слева. Вот. Ну, собственно, я вот этот свой верстак уберу, и Вова будет вам показывать уже дальше базовые вещи на этом верстаке, потому что, ну, ему будет... — Вот смотрите. Я вот тут выложил рецепт. Самый такой базовый вещь. Я потом расскажу, что это такое. Как же на нём крафтить? Если мы сейчас посмотрим гуиверстака... Кстати, ты, мрак, если не видишь, что там крафтится, ты можешь поставить. — Вижу. — А, видишь? Ну, окей, отлично. Мы не можем оттуда его достать из этого верхнего слота. То есть, как же на нём таком случае крафтить? И достать оттуда предмет-то нельзя. Для этого нам как раз и понадобится Elemental-манипулятор. Почему мы стали о нём разговаривать? — Мы его берём и, собственно, кликаем ПКМ по нашему верстаку. И мы его скрафтили. — Да, я, кстати, сейчас мог собрать. Я же говорю, базовые вещи могут все скрафтить, по-моему. — Да. — Ну, в общем-то, вот. Это у нас самый... Наверное, про него стоит тогда рассказать. Chromatic Flower. Ну, собственно, цветок такой. — Хромоцветок. — Да, в который... — Чё он вообще делает? — Ничего не делает. — Ничего не делает он, да. Вот он просто стоит и светит. Он светится в темноте, переливается и просто так... — Он переливается. Он красивый. Его можно использовать для декораций, в общем-то. — Да. — Хорошая вещь. — Он, кстати, в мире, в случае, не спавнится тоже? — Нет. — Да, окей. Ну, вот такой вот цветочек. Это базовый крафт. Давай тогда... — Да, вам придётся скрафтить даже такие базовые ненужные вещи, просто чтобы улучшить свой верстак, чтобы у него у вас появились уровни. — И, кстати говоря, по поводу исследований. Поскольку вышла новая версия Хроматика, версия девятая, там применялись некоторые исследования, но там, значит, изменения не очень значительные, поэтому мы рассказывать о них детально не будем, а мы просто скажем, что там есть пара изменений именно в прогрешинге. Этого всего что-то там скрафтил? — Я запал верстак в максимальном уровне спортив стак этих циклов. Просто показать. С уровнем так же, как вы можете заметить, меняется визуальная текстурка этого самого верстака. — И вы, кстати, можете заметить, что здесь вот перечеркнутые такие ромбики. Вот, это тоже не просто так. — Это отнюдь не просто так. — Ну, зато верстак, вот он изменился, у него теперь такие партиклы тут появились. — Он красивый, да. Кстати, да, естественно, вы можете этот верстак сломать, и он вам выпадет как бы с сохраненным уровнем. То есть переносить его прекрасно можно. Идем дальше. Что же эти ромбики означают? Почему они перечеркнуты? Они, собственно говоря, означают тееры нашего верстака. Сейчас наш верстак нулевого теера, он способен крафтить только самое базовое. Чтобы уже продвигаться дальше в крафтах, нам нужно ему tier повысить. Как же это сделать? Для этого нужно выстроить вокруг него правильную структуру. В общем-то, на каждый tier есть своя структура. — И мы сейчас о них сразу всех покажем, наверное. Вот это первая структура. Вы сейчас увидите масштаб, размах, точнее, рейки, как он тут не стесняется в размерах структур. Вы ставите его в центр, смотрите. — Вот я поставил этот верстак, и можно посмотреть, что уже второй ромбик там не перечеркнут. — И я даже сейчас в это покажу, ну, в хромо-лексиконе, как это выглядит. То есть, например, я возьму какой-нибудь вот крафт, допустим, от Кристалл Оркестра, чтобы просто показать... А, нет, это я не крафт показал, сейчас я переключусь на крафтовый режим. Но, допустим, да... А, нет, она крафтится на обычном верстаке. Окей. Я почему-то думал, что... — Нет, она крафтится на этом же просто. — Ну, допустим, вот это. И я вот показываю, что здесь, помимо того, что нужен верстак, и нужно на него что-то положить, нужны еще руны, которые нужно поставить в определенном порядке от верстака. Сразу скажу, что, во-первых, смотрите правильно, как они относятся. То есть вот, когда вы смотрите на это поле, то сверху север, снизу юг, слева запад, справа восток. — Ну да, естественно. — Логично, да? — Вот. И, соответственно, вы, когда ставите руну, вы тоже смотрите на стороны света, чтобы вам не ошибиться, куда руну поставить. — Чтобы увидеть сторону света, вы можете нажать F3, и в экране дебага у вас под X, Y, Z будет координата F. Она и указывает вам на сторону. — Далее, важно еще здесь Y. Вот это Y — это, по сути, высота относительно вот этого... — Верстака. — Да, верстака. То есть получается, что если, например, у нас здесь Y-1, это значит, что руны должны быть поставлены на блок ниже — Именно. — То есть Сангерс так вот, Вова его просто поставил, центр, он стоит просто как блок. И вот так. И смотрите, тут может быть один, может быть плюс один, насколько я помню, да? Или два, ну два там будет написано, по-моему, да? Или как-то так. Вот. То есть смотрите внимательно на высоту руны — это важно. Вот. Ну, собственно, вот. Это я просто показываю. Мы не будем показывать все рецепты, все рецепты можно посмотреть в книжке. Как пример, я открою сейчас еще какой-нибудь рецепт, просто любой. Вот, допустим, вот этот. Здесь уже понадобится, видите, руны на другом расстоянии, они уже, у них Y-0 высота, то есть я вот ошибся не 1,2, а 0,1 будет высота, если она положительная. — Ну да. — То есть вот эта высота — это на уровне… — 0 — это на том же уровне. — Да, что и верстак, да. То есть есть вот фиолетовая руна и черненькая руна. Кстати, о крафте этих рунах будет тоже сказать, не забыть. Вот. Ну да. Логично, по-моему, да? — Руны крафтятся очень просто. Вам понадобится, собственно, кристаллин стоун, вот этот самый рядом, с которым мрак сейчас стоит. — Я даже сейчас покажу его, да. — Вот такой, да. — Вы берете 8 штук этого камня и как бы в центр ставите кристаллик той руны, которую вы хотите скрафтить. Для черной руны это, соответственно, будет черный кристалл. И все, и у вас получается руна. Если вы используете бустнутый кристалл, о том, как получить бустнутый кристалл, мы расскажем в этой же серии чуть-чуть попозже, вы получаете 16 рунанят. — Ну да, то есть… — Так же, помимо этого, естественно, эти камушки абсолютно все, которые здесь используются, тоже крафтятся, то есть вам не обязательно таскать их из мира, а чтобы скрафтить кристаллин стоун, например, вам понадобятся 4 камня и кристалл. Но, опять же, все крафты вы можете посмотреть в книжке и даже в ней я не буду про них рассказывать как бы подробно. — Ну, не в ней, а в ней вам ссылается на эту же книжку, оно выкрывает его экран. — Да. — Просто стоит сказать, что абсолютно все, что вам нужно для структуры, оно все крафтится, не нужно разбирать пилоны. — Единственное, что я могу сказать, мы покажем, наверное, пару крафтов, просто для того, чтобы вы увидели, как это красиво на каждом уровне, там, может быть, что-нибудь скрафтим. Вот. Шилдинг стоун тоже, кстати, понадобится, крафтится он уже немножко по-хитрому. — Нет, Шилдинг стоун не нужен, зачем? — Нет, он здесь у меня составлен, я просто поясняю, что это за камень, просто спрашивали. — А, да, это Шилдинг стоун, его вы, в принципе, находите в данжах, его можно, конечно, скрафтить через фабрикатор. — Да, это потом расскажем, просто вы знаете, это тоже графтится. — Но надо сказать, что он здесь для структуры не нужен, мы просто его выстроили, ну чтобы оно выглядело покрасилее, потому что Lei есть, вместо Шилдинг стоуна может быть абсолютно любой. — Именно, да. То есть Шилдинг стоун считается, что это обычный камень, который можно заменить на любой абсолютно блок, то есть для структуры имеет значение, что у нас. Это вот, ну... это вотlement, ну, нет, не Шилдинг, вот, у нас есть, допусти, кристаллин, Стоун, Колум, а дальше кристаллин Стоун, Beam, кристаллин стоун просто. Потом кристаллина В общем, такие кристаллин-стоун-блоки Их вы расставляете Только там, где они нужны Поставите в любое другое место И на вас алтарь рубнется По поводу структур Мы сейчас, кстати, скажем Где посмотреть структуры Они все находятся в самом нижнем разделе Сракча, по-моему Вот кастинг-рум И вот здесь вы видите структуру Она здесь отображена Ну, в 3D, конечно, но поэтому в 3D мало чего понятно На самом деле, потому что она довольно своеобразно выглядит Но я так понимаю, что Переключаетесь в 2D и кликаете по слоям То есть смотрите Какой слой где То есть мы переключаемся даже на 2D И на самый минимальный слой И просто выстраиваете по слоям Сначала одиннадцатый делаете, потом следующий, следующий, следующий и так далее Таким образом выстраиваете правильно структуру Ну, главное, не ошибитесь просто В принципе, по-другому никак не получится Можно тут еще посмотреть, сколько блоков вам нужно на структуру Что удобно, то есть вот На базовую кастинг-рум вам нужен один, собственно, иверстаг 4 пуска лазурита, 4 блока угля 52 кристаллины слоун, колума и так далее Ну, давай перейдем, собственно, к крафту И давай уже что-нибудь с крафтем, я думаю Пора Ну да, давай попробуем Допустим, я возьму какие-нибудь оранжевые руны А вот мы подготовили рецепт, как раз тот самый, который я показывал Это хит-лилия с оранжевыми рунами Вот мы их поставили ниже уровня, чем в нерстаг Был же рецепт Минус один, как было и сказано Также стоит сказать, что руны друг с другом не пересекаются при крафтах И, соответственно, поставят для крафта руны Вам их не надо убирать Вы можете их оставить при крафтах Можно сразу все выставить, если вы знаете как То есть, ну это, вы не увидите там общей схемы рун О, Индерман, привет Привет, странник Странники пришли смотреть Да, ну давай тогда С крафтем Вот смотрите, крафт Это самые базовые просеки крафт Там дальше красивее было бы, если бы это был следующий тир Вот мы с крафтили, собственно, лилия Я, кстати, могу их забрать уже после крафта Хит-лилия ставится на воду Я даже не знаю, где ее тут показать Вот заодно было Вылететь за пределы, там была вода Да, давай, вылетим за пределы Ну вот тут, вот буквально в другую сторону мрака Ну или сюда тоже можно Тут у нас просто океан Ну да, хорошо Хит-лилия тоже дает освещение Кстати, в руках у меня почему-то она не отображается Я не знаю, почему, но это ладно Вот, ставим ее сюда Она, в принципе, достаточно красиво выглядит Это такой забавненький цветок Он поджигает всех, кто к нему подходит Но его свойства не в этом основное Помимо того, что она дает освещение Оно будет в достаточно большом радиусе от себя Ну, в радиусе, в котором дает освещение, грубо говоря 15 блоков Очень быстро уничтожать весь лед То есть он будет появляться и в этот же тик буквально пропадать Это очень хорошо, если база у вас находится И, кстати, снег, может быть, неинтересно Снег он на земле уничтожает или нет? Снег на земле он не уничтожает Он уничтожает именно лед, который на воде Но это очень полезно Потому что если вы построили в зимнем биоме Там замерзание, это большая проблема бывает с водой Особенно, когда в бесконечный источник все поставили воды И ушли куда-нибудь Потом пришли, он замерз А тут светлили Вы поставили туда хитлилию И она спокойно себе И мало того, что освещение вам классное дает А также на 16 блоков, если что Ну и она красивая Да, у нее, в принципе, все красивое Давайте возвращаемся в нашу структуру Которую мы тут построили для показа обзора И расскажем вам, наверное, о следующем тире сразу Следующий, третий, ну второй Если с нулевого считать Вот он такой Он по размерам такой же Здесь заменяется лазурит у нас на золото Угольный редстоун Остальное все примерно остается так же Еще внизу вот здесь вот кварц Причем я обращаю внимание, что вот здесь внизу Под колоннами должны остаться кристалинстоуны Обязательно Не снесите их, аначе не получится И тут уже нужны вот такие предисталы Их я крафт покажу быстренько Крафтится очень просто И им нужны вот четыре руны Все вот такие вот Лазурит, железо, камень, каблан Крафт-рун, еще раз Просто для тех, кто не заметил Я покажу его еще раз Крафтится любая Из цвета нужного кристалла И, соответственно, кристалинстоуны Все, получаете одну руну Ну если используете буст от кристалла Которых мы расскажем Как только закончим рассказывать об этом То получите 16 руны Ну, собственно, здесь уже поинтереснее Здесь уже, я не знаю, даже какой-нибудь Вот какой рецепт можно показать Который... Вот, я показываю крафт-рун Ну, имеется в виду Он не относится к этому тьеру Я просто его показываю Вот такой он Потом мы часто больно говорим о нем И здесь, как вы видите Уже в верстакане Немножко расширилась интерфейс, мягко говоря Здесь появились еще вот такие вот Собственно... Это не то, что слоты Это скорее просто показ того, что у вас лежит Здесь это напоминает очень отдаленную инфузию тумкрафта У вас есть вот эти вот пьедесталы По сути, на них вы кладете те предметы, которые крафту нужны И они показываются в верстаке Сейчас я быстренько стравчу руны, просто чтобы его не добивать Заодно можно было чуть-чуть увидеть анимацию мельком И, смотрите, если мы что-то положим на пьедестал Вот, допустим, я кладу камень Загляни сейчас в верстак Да, то, собственно, мы сейчас увидим Что этот камень лежит вот здесь Ну, то есть там, где по схеме... Таким образом, кстати, вы также можете определять стороны света Именно Если вам хочется Никакой нестабильности тут у этого крафта нет То есть не бойтесь, это не там украд все-таки Вот, я даже сейчас какой-нибудь рецепт открою Который используется, вот, допустим, вот этот А нет, этот не используется Что у нас там можно скрафтить на этом верстаке? Попробуй тот же самый спавнер или программер какой-нибудь Или что-нибудь простенькое Ну, допустим... Вот, допустим, вот эту штуку Вот, аспект формера я просто покажу Понятно, что это не сейчас, но тем не менее Вот так тут выглядят крафты То есть помимо рун, которые тут нужно выставить Они здесь показаны были, если бы они нужны были Для некоторых рецептов руны не нужны Ну, выставлять их вот в этой области А помимо этого, наверное, на пьедестал нужно поставить Определенный пьедестал, определенные предметы Ну, и в центр, соответственно, верстак вы должны тоже что-то выложить И иногда тут один блок, как вот сейчас вот здесь Иногда там что-нибудь другое Вот, то есть здесь крафты, они такие забавные достаточно Допустим Рейка? Рейка, да, что еще сказать Допустим, вот Тут тоже, в принципе, рун не надо Ну, давай тогда скрафтим еще что-нибудь такое посолиднее, может быть Ну вот, аспект формер, давай скрафтим, в общем-то Почему бы и нет? Сейчас мы только будем выкладывать опять 40 лет этот рецепт Ну, относительно, конечно Да нет, это, в принципе, не сложно А я так в целом могу сказать, что крафты кажутся только сложными На самом деле, тут в целом-то ничего сложного нет Здесь не надо никаких там просчитывать нестабильность Не надо думать, как подать аспекты Тут просто выкладываете рецепты и крафтите То есть нет никакой особенной там задачи у вас Стабилизировать там, алтарь или что-то такое сделать Главное, построили, забыли, по сути Совет от меня еще, готовьте сразу большую комнату То есть у вас вот эта штуковина будет апгрейдиться Карты предыдущие тут также остаются доступными То есть вот то, что мы скрафтили на тире первом Оно может скрафтиться на тире втором Вот, и, соответственно, далее на тире третьем То, что так далее Да, рецепт я выложил, можешь посмотреть Ну, что он вообще Да, вот рецепт Выложен, как это выглядит в самой книге Вот, аспект-формер Собственно, давай его тогда скрафтим Вот крафт пошел Смотрим Крафт закончился Ну, красивая анимация, что тут скажешь Самая красивая анимация, это на третьем уровне Там мы с люменами Ну да, но на третьем мы, к сожалению, анимации не покажем Пока не покажем Да, это мы в следующих выпусках уже затронем Собственно, вот, что касательно тиров Третий тир Да, третий тир И на третьем тире мы, наверное, закончим первый выпуск То есть этот выпуск у нас будет чисто о крафте О том, как это делается А вот о предметах, которые крафтятся, мы расскажем в следующий раз Ну, нам еще про хроможидкость рассказать Да, как раз Ну, вот это в следующий раз как раз и расскажем Тут мы сейчас именно о крафтильне Вот третий тир Здесь уже все сразу же сложнее Во-первых, структура здесь главстоун и алмазы И в-третьих, тут добавляется еще два блока И вот с ними уже интересно Здесь, ну, рунстоуны, это все понятно И вот тут еще и такой вот блок есть, который называется Кристалл Репитер По сути это же Мы вам потом расскажем, что это вообще такое И зачем оно нужно Пока просто посмотрите на крафт Кристалл Кор Нужны руны вот так выставленные Тут всех цветов, по-моему, даже А нет, не всех Нет Да, не всех И предметов куча тут понадобится Трансмитив даст Понадобится, ну, там, бустыш Как раз уже кристаллы Все это вы можете посмотреть Опять же, как крафтится То есть нет никаких секретов, в принципе Кристалл Кор, кстати Тоже о нем, наверное, потом скажем Ну, в принципе, сказать-то можно и сейчас Только У Рейки очень много предметов Вот эти коры, например, и прочие Которые напоминают такие предметы в Essential Они сами по себе абсолютно ничего не делают Они нужны только для дальнейших крафтов У вас книжки есть одна огромная внизу Секция со всеми этими предметами В Basic Крафтинге Ну, сама секция называется Resources В ней есть секция Basic Крафтинга В ней Groups И вот там вы можете посмотреть на все эти рецепты Их, в общем-то, куча огромная Да, вот я Можно даже помотать Вот они тут все Форс там есть В общем, там много-много таких у Рейки очень рецептов Которые являются просто компонентами Ну, как раз Сами по себе они ничего не делают Кишку хорошо, что он выделил в отдельную категорию Это все дело Да Ну, на ней мы крафтить, наверное, ничего не будем Сейчас, потому что Да, там уже люмены нужны Мы вам потом покажем, как выглядит крафт Мы еще будем на ней крафтить И не один раз Вот А это что касательно крафта С использованием вот верстака И как это делается В следующем выпуске мы расскажем вам О хроможидкости О хроможидкости В том, как использовать ее для крафтов Ну, она там не сильно где-то так сильно для крафтов используется Но некоторые вещи На самом деле она очень сильно используется для более такого миддлгейма Ну да, да, да Но она скорее саможидно Да, именно вот сплавы Но сама по себе там в ней рецептов не много Не столько, как вот в этой крафтильне Ну да Ну, теперь вы знаете, как, собственно, работать с верстаком И с хроматик крафта Как крафтить И насколько огромные вам нужны структуры Да, и знаете, что такое элемент Манипулятор Вот, но это, кстати, не самые огромные структуры Там есть еще структуры, которые не крафтовые А которые нужны для определенных вещей Вот они иногда внушают Ну да, там есть и побольше Да-да-да Ладненько Спасибо за просмотры Ставьте лайки Обязательно пишите в комментариях Если вы что-то пропустили Если вы тоже разбираетесь в хроматике Будет интересно Потому что таких людей мало Поверьте мне Который разбирается в хроматике Вот Спасибо большое за просмотры Еще раз Счастливо Всем пока